Продолжаем чтение книги к истинному православию Игнатия Тихоновича Лапкина. Тема к истинному крещению. Часть 3. Младенцев крестили в основном в храме, в купеле с полным погружением, но иногда и в реке. Уже тогда небрежны были священники на Украине и в Белоруссии, впадавшие в унии, соседствуя с католиками и научаясь по их обычаям и книгам небрежению. Прок Иеремия 48.10 Проклят, кто дело Господне делает небрежно, И проклят, кто удерживает меч его от крови. И вот мы видим, как украинцы, белорусы, хлынув на заработки в Россию, в Сибирь, до Дальнего Востока, Буквально все заразили латинским. Ложное крещение, бродобритие, табакокурение, театральность служений. И разложили русскую православную церковь изнутри своим латинством и неверием. И ныне не творят даже обливания, против которого боролись святые отцы, А просто едва мокрой ладонью мочат волосы на голове. Ныне идет мочение лбов. При обливании человек раздевался и лили на него воду. Обливали трижды полностью всего с головы до ног. Если в купеле человек должен возрождаться, То ныне он удушается по повелению фараона. Книга Исход, первая глава. А то, что происходит ныне в крещальных, Есть абсолютное небрежение, Полная противоположность евангельскому повелению, Соборам, святым отцам. И даже и не обливание, А жуткая профанация крещения. Русь ныне нуждается в полной катехизации, В покаянии, В обращении И в полном крещении. Читайте книгу пророка Иеремия, 23 главу. Какой гнев ожидает пастыри За такое проклятое небрежение? Еще раз, Иеремия, 48, 10. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, И проклят, кто удерживает меч его от крови. Святой Иоанн Златоуст говорит, Большая часть священников погибает. В том 8, в настольной книге священнослужителя, В томе 3, в странице 601, Описана молитва преподобного Серафима Саровского О русских архиереях и священниках, Чтобы Бог помиловал их. А грозный ответ Божий гласит, Не помилуй их, Ибо будут учить учениям и заповедям человеческим. Сердца же их будут стоять далеко от меня. Господь открыл мне, что будет время, Когда архиереи земли русской И прочие духовные лица Уклонятся от сохранения православия Во всей его чистоте, И зато гнев Божий поразит их. И даже столь страшное пророчество преподобного Не устрашает латинских выучеников. И гаражам, личных машин, и столовым, и мастерским Нашли место на территории церковной. Но нет места только для научения народа И для крещальной для взрослых, Для полного погружения. Враг рыкает во святилище, Все разрушил, Поставили знаки свои Вместо знамений наших. Псалом 73 Третий четвертый стих Подвигни стопы твои К вековым развалинам Все разрушил враг во святилище Рыкают враги твои Среди собраний твоих. Поставили знаки свои Вместо знамений наших. Вместо крещения Христова Изобрели кощунство Для вымогания денег И обмана простодушных. От того От такого В кавычках Крещения Никто Ни для греха Ни умирает. Никто Ко Христу Ни приходит. Ни жизни Ни меняет. Все Ложь. Поистине Слепец Слепца ведет И оба И креститель И крещеный Упали в яму Небрежения Невозрожденности Бездуховности. И не евреи Только Масоны И коммунисты И еретики Виновны в том Что народ Ненаучен Невозрожден Некрещен Но именно И более всего Пастыри Наемники Ставшие Лютыми Волками Евангелие От Матфея 7 глава 15 стих И Евангелие От Иоанна 10 глава 12 стих Ибо Я знаю Что По отшествии Моем Войдут К вам Лютые Волки Не щадящие Стадо И из вас Самих Восстанут Люди Которые Будут Говорить Превратно Дабы Увлечь Учеников За собою Книга Деяний 20 глава 29 стих Евангелие От Иоанна 10 12 А наемник А наемник Не пастырь Которому Овцы Не свои Видит Приходящего Волка И оставляет Овец И бежит И волк Расхищает Овец И разгоняет Их Архиереи Ставят Священники Мальчишек 18-летних А правила 6-е Вселенского Собора 14-е 15-е Правила 6-го Вселенского Собора 14-е 15-е Категорически Запрещают Ставить Священники Раньше 30-летнего Возраста Правила Святых И Богоносных Отец Наших Дособлюдается И Всем Дабы Воприс Витера Прежде 30-ти Лет Не Рукополагати Если Бы Человек И Весьма Достоин Был Но Отлагать До Уреченных Лет И Бог Господь Иисус Христос В 30-е Лето Крестился И Начал Учить Подобно Идиакам Прежде 25-ти Лет И Диагонис Прежде 40-ка Лет Да Не Поставляется И Подиаконда Поставляется Не Прежде 20-ти Лет Возраста Если Жи Кто В Какую Быто Ни Было Священную Степень Поставлен Будет Прежде Определенных Лет Да Будет Извержен И Никакой Поместный Собор Как 1917-18 Годов Отменить Не Может Решение Вселенского Собора Древний Текст Учения 12-ти Апостолов Дидахи Глава 7 Второй Век Цитата Что же Касается Крещения То Крестите Так Прежде Провозгласите Все Это То есть Всему Научив Крестите В живой Воде То Есть В протекающей В реке Во имя Отца И Сына И Святого Духа Если Женец Живой Воды Крести В другой Воде Если Не можете В холодной То В теплой Если Нет Ни Той Ни Другой Возлей На голову Трижды Во имя Отца И Сына И Святаго Духа Крещение Погружением Основная Практика С начала Христианства И до 12 Века И на Востоке И на Западе Тому Почти Бесчисленное Множество Свидетельств Обливание Допускается Исключительно Как Только При Полной Невозможности Погрузить Человека Полностью В воде Это Было Как Крайняя Мера Вынужденности При Нахождении В тюрьме В лагере В плену В степи У татар Болезнь На Смерть На Мадре Цитата Готовящиеся К Крещению Должны Обучаться Верии И В пятый День Седмицы Давать Ответ Епископу Или Пресвитеру Шестой Вселенский Собор Семьдесят Восьмое Правило Сравните С тем Как Обращаются С этим Правилом Ныне Почти Повсеместно Пришел Заплатил Что-то Вычитывает Священник Сам Живопрошая Отвечая Стоя Рядом С купелью В которое Нет Никакой Возможности Погрузить Даже Недоношенное Дитя Готовить И Учить Нужно Цитата В болезни Принявшим Крещение И потом Получившим Здравие Подобает Изучать Веру И познавать Что Божественного Дара Сподобились Лады Кийский Собор Правило Сорок Седьмое Крестившиеся Должны Очищением Жизни Приближаться К Богу Шестой Вселенский Собор Правило 96 А ныне В кавычках Крестившиеся Уходят И уходят Навсегда В мир Никто И не думал Очищаться Изменять Жизни И все В крещальные Есть Обман Кощунство Небрежение Корысть Денежная Симония Месячный Минимальный Оклад Плата Закрещение Цитата От языческого Жития Недавно Приступивших К вере Не должно Скоро Приводить К духовной Купели Первый Вселенский Собор Правило Второе И Ладыкийское Правило Сорок Пятое А что Ныне Видим Вообще От языческого Жития Не думал Человек Приходить Ему Лоб Помочили Отняли Деньги И он Ушел И никто Не думает Его Искать А ведь Он уже Не оглашенным А верным Называется Еретического Крещения Не должно Принимать Апостольское Правило Сорок Седьмое Итак Относительно Вопросов Вопроса О Кафарах Чистые Смотри Второй Вселенский Собор Правило Седьмое И речено Прежде И ты Благорассудительно Упомянул Якоб Адабает Последователи Обычаю Каждой Страны Потому что О их Крещении Различно Думали Рассуждавшие О всем Предмете В свое Время Крещение Пепузиан По моему Мнению Не имеет Ничего Своё Защищение Я удивился Как не Приметил Всего Великий Дионисий Будучи Искусен В правилах Ибо Древние Древние Осколь Оскольниками Разделившихся В мнениях О некоторых Предметах Церковных И о вопросах Допускающих Уврачевание А Самочинными Сборищами Собрания Составляемые Непокорными Пресвитерами Или Епископами И Ненаученным Народом Например Если кто Быв облечен Во грехе Удален От священнослужения Не покорился Правилам А сам Удержал За собой Предстояние И священнослужение И с ним Отступили Некоторые Другие Оставив Кафолическую Церковь Сие Есть Самочинное Сборище О покаянии Мыслить Иначе Нежели Как Сущие В церкви Есть Раскол Ереси Жен Суть Например Манихейская Валентинская Маркианитская И Сих Самых Пипузиа Ибо Здесь Есть Явная Разность В самой Вере В Бога Почему От начала Бывшим Отцам Угодно Было Крещение Ритяков Совсем Отметать Крещение Раскольников Как еще Нечужных Церкви Принимать А находящихся В самочинных Изборствах Исправлять Приличным Покаянием И обращением И Снова Присоединять К церкви Таким Образом Даже Находящиеся В церковных Степенях Отступив Человеком подлежат за сие осуждению, а оскорбляют ли Духа Святого, сравнивая его с человеками, и всем случаи повинны вечному осуждению. Ибо хула на Духа Святого не отпускается. 2. Какая же была бы сообразность признать крещение тех, которые крестят во Отца и Сына и в Монтона или Прескиллу? 3. Ибо не суть крещены, крестившиеся в то, что нам не предано. 4. Посему, хотя великий Дионисий и не приметил всего, но нам не должно соблюдать подражание неправильному. 5. Ибо нелепость сама собой явна и ясна для всех имеющих хотя несколько рассуждений. 5. Кафары – суть из числа раскольников. 6. Однако угодно было древним, как то Киприану и нашему Фермилиану, единому определению, подчинить всех сих – кафаров, энкротитов, и драпаростатов и апотоктитов. 6. Ибо хотя начало отступления произошло через раскол, но отступившие от церкви уже не имели на себе благодати Святого Духа. 7. Аминь. С Богом. Продолжение следует.